Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня тема нашей лекции это предмет, основные понятия и терминологический аппарат методики преподавания русского языка и литературы. Материал нашей лекции состоит из двух пунктов. Первый это методика преподавания русского языка как педагогическая наука на современном этапе ее развития. И второй вопрос методика преподавания русской литературы, содержание, основные понятия. Когда мы говорим о любой науке, в целом мы должны будем рассматривать ее с предметом. Поэтому давайте запишем. Предмет методики это усвоение языка и обучение речи в условиях учебного процесса, исследование процесса обучения во взаимосвязи трех его сторон, содержание деятельности учителя и учебной деятельности школьника. Соответственно мы должны будем рассмотреть задачи методики преподавания русского языка и основной задачей является рассмотрение теоретических понятий для владения практическими умениями и навыками в области преподавания русского языка, подготовка студентов к практической деятельности, к изучению передового опыта учителей-новаторов. Мы с вами знаем, что существует очень много методов исследования, поэтому в рамках методики преподавания русского языка мы можем рассмотреть следующее. Следующее. Это первое. Методический эксперимент, констатирующий, обучающий, контрольный. Второе. Это анализ учебной и научной литературы. Ну, можно будет рассмотреть по языкознанию, по психологии, по педагогике и по другим дисциплинам. Следующее. Это изучение опыта учителей, использующих инновационные методики. Вы знаете, что с учетом того, что все занятия ведутся в рамках обновленной системы обучения, то инновационная деятельность преподавателей, она сейчас активизирована. И следующее. Это методы диагностики и прогнозирования в обучении русскому языку. Общими дидактическими принципами обучения являются научность, последовательность, систематичность, связь теории с практикой, взаимосвязанность разделов, сознательность, активность, доступность, индивидуальный подход к учащимся, прочность и наглядность. Что же касается принципов методики преподавания русского языка, то можно будет рассмотреть следующие. Это принцип взаимосвязи различных разделов курса русского языка, фонетики, лексикологии, словообразования и так далее. Второе. Это коммуникативный принцип, то есть коммуникативно-деятельностный подход. Третье. Это контекстный принцип. Следующее. Это стратегические принципы, которые состоят из следующих принципов. Это первый. Принцип связан с формированием грамматического мышления и предусматривающий тематическую работу по развитию речи. А также принцип раскрытия эстетической функции русского языка. В данном случае рассматриваются изобразительно-выразительные средства. Ну и последним можно будет выделить тактические принципы, которые связаны с использованием индукции как способа мышления, учитывают взаимосвязь отдельных уровней языка и опираются на единицы речи, на единицы речи. Любая наука, она имеет связь и тесную связь с многими другими. Поэтому давайте рассмотрим, с какими же другими науками методика преподавания русского языка тесно связана. Методика русского языка развивается на стыке многих наук, и методисты, и учителя нуждаются в опоре на их достижения. Учитель не может быть одновременно психологом, лингвистом, литературоведом, дидактом. И давайте, наверное, рассмотрим, начнем рассматривать эту связь с философией, потому что философия обеспечивает методологические основы методики, понимание целей и задач обучения языку. Также методика связана с психологией, опирается на нее в изучении процессов восприятия учебного материала по русскому языку, его запоминания, воспроизведения, в развитии мышления школьников и их речи. Важнейшую роль в связи к методике принадлежит языковедению, то есть науке о языке, речи, о русском языке, как предмете преподавания. Конечно же, в методике русского языка учитывается его природа. Это социальная функция, связь с сознанием, уровни всех, фонетические, лексические, морфемные и так далее. И рассматривается специфика каждого раздела. Связи методики с языковедческими науками носят не только интегративный, но и дифференцированный характер. Методика связана с разделами языкознания, обеспечивающей произносительный и соответствующий ему графический уровень усвоения языка, фонетикой, фонологией, орфоэпией, графикой. С разделами языкознания, отражающими лексический уровень языка. Это лексикология, лексикография, морфемика, словообразование, семантика, а также с фразеологией. А также имеет отношение к теории письма и орфографии. Методика преподавания русского языка тесно связана с грамматикой, морфологией и синтаксисом, который служит основой для владения культурой речи. Орфографии и пунктуации. Механизмы практического использования языка в речи – это построение словосочетаний и предложений, образование форм слов в соответствии с языковой нормой. Для методики русского языка важна также теория речевой деятельности. Для успешного развития методики русского языка необходимы связи и с другими смежными научными направлениями – это просодии, теории дикции, стилистикой, риторикой, теории литературных жанр. В развитии речи учащихся методика опирается на литературоведение, поэтику, логику, теории сценической речи. Методика не может обойтись без опоры на историю русского языка, а также на диалектологию. Теперь мы с вами подошли к основным моментам, которые связаны с историей методики преподавания русского языка. Поэтому сейчас перечислим основные моменты. В 1574 году выходит «Азбука Федорова». В 1757 году Ломоносов издает знаменитую российскую грамматику. В 1844 году Буслаев издает о преподавании отечественного языка. Вы знаете, что с этой книгой в целом связана вообще методика преподавания русского языка и начало методики как науки. Уршинский публикует «Детский мир», а также «Родное слово». В 1872 году Толстой издает свою азбуку, которая является главным трудом его жизни. В 1903 году Фортунатов выпускает свой труд под названием «О преподавании грамматики русского языка в средней литературе». В целом это основные моменты, которые раскрывает историю методики преподавания русского языка. Мы подошли ко второму вопросу, который раскроет основное содержание методики преподавания русской литературы. Методика преподавания литературы как науки существует более 200 лет, но и на сегодня существует очень много споров и вопросов. Ряд педагогов считает, что методика преподавания того или другого предмета, а в частности литературы, в особенности, не столько наука, сколько искусство. Успех преподавания, отмечают они, определяется личными особенностями учителя, отсутствие которых не возмещается знание методики, нужны лишь знание самого предмета и любовь к нему, а педагогический талант и практический опыт обеспечат высокое качество преподавания. В процессе обучения и воспитания большое значение имеет личность учителя, его человеческие качества, мировоззрение, любовь к своему предмету и к детям, увлеченность профессии, постепенное систематическое накопление опыта преподавания. В целом, любая наука имеет право на существование как отдельная, самостоятельная отрасль знания при наличии трех условий. Это первое, предметы исследования, которые не изучаются ни одной другой наукой. Второе, это общественные необходимости исследования данного предмета. И третье, это специфических методов научного исследования. Основная задача методики преподавания литературу как науки – это открытие закономерности этого процесса, который не сводится ни к закономерностям литературоведческим, ни к закономерностям дидактическим и психологическим. На основе открытия закономерностей процесса обучения методика разрабатывает основные принципы преподавания, а также частные правила, представляющие собой исходные данные для руководства практикой. Методика преподавания литературы – это педагогическая наука, предметом которой является общественный процесс, воспитывающий обучение школьников литературе как учебному предмету, и задача которой состоит в открытии закономерности этого процесса с целью более глубокого правильного руководства им. Структура каждой науки отражает структуру предмета и ее изучения, поэтому структура методики преподавания литературы отражает процесс обучения литературы в школе. Основные элементы этого процесса – цели обучения, учебный процесс, учитель и ученик. Методика преподавания литературы разрабатывает проблемы, цели и задачи преподавания литературы в школе, поэтому курс литературы должен отвечать воспитательным, образовательным задачам школы, требованиям научности и возрастным особенностям учащихся. Спасибо за внимание.